Здравствуйте, дорогие друзья! С пятницы вас! Меня зовут Нара, я риэлтор в Северной Вирджинии и делюсь своим опытом, своими знаниями с вами, довожу до вас информацию в более простой форме, ту информацию, которую нам дают наши специалисты. И сегодня я бы хотела поговорить об одной такой интересной теме. Ну как, эта тема, наверное, всех сейчас интересует, и тем более сейчас финансовые всякие адвайзеры, планеры, как, например, Сюзи Орман, я, честно говоря, ее вообще не слушаю, но ее слушают очень много людей, и, может быть, в их числе и есть и вы. И она выдала такую информацию, что если бы она покупала дом, она бы ни в коем случае сейчас этого не делала, она бы ждала до осени. То есть это немножко перекликается с вопросом, который мне был задан на неделе, что не будет ли волна, как бы, понижения цен осенью, может быть, лучше брать дом в конце года, а не сейчас, и надежда на то, что цены пойдут вниз. Все, кто работают в отрасли недвижимости, я просто вижу очень большой, как бы, от них отпор именно на этот пост, и он очень так резонирует. И это говорит нам о том, что люди, которые не работают в нашей области, они просто немножко не понимают вообще, что происходит, и информация, которая на них идет неправильная, и, соответственно, выводы, которые делаются из этой информации, могут привести к нехорошим вещам, да. Поэтому наша задача, моя задача лично, это донести до вас ту информацию, которая действительно существует на данный момент, и на основе которой вы можете уже сделать решение, принять решение, которое вам потом дальше не аукнется. Поэтому давайте уже, как бы, рассмотрим, что там она написала. Вот ее пост, она его выставила, бог знает где, но она пишет, что она бы абсолютно ждала до сентября, октября, ноября этого года, до того, как она бы вообще даже думала о покупке дома. И она это говорит, оправдывает это тем, что из-за того, что очень много людей подало на forbearance, как вы знаете, forbearance – это просьба держателю ипотеки как бы отменить, ну не то, что отменить, а задержать оплату аренды, не аренды, а ипотеки на несколько месяцев, да. То есть если вы потеряли работу, вы не можете оплачивать вашу ипотеку, вы просите ваш банк подождать несколько месяцев, чтобы потом вы уже, когда у вас все нормально, ситуация улучшится, вы будете ее, то, что было отложено на несколько месяцев, вы будете дальше продолжать платить и выплатить это в конце срока выплаты ипотеки. Так вот она говорит, что проблема такая, что очень многие начнут продавать свои дома или они выйдут, их дома выйдут на foreclosure. Это говорит о том, что если, допустим, вы купили, вы заплатили 300 тысяч дом в вашем neighborhood, ваш сосед его может пойти на foreclosure, этот ваш соседский дом может выйти на рынок и продастся за 150 тысяч, и тогда ценность вашего дома, соответственно, падает, и мы возвращаемся на тот же уровень, при котором мы нашли себя в 2007-2008 году. И вот в чем проблема. Вы можете сейчас паузу поставить, почитать этот пост, чтобы конкретно понять вообще, о чем она говорит. И давайте, я не буду сейчас делать паузу, давайте мы с вами рассмотрим, почему она не права. Когда вышел вот этот вот Care Act, благодаря которому многие из нас получили деньги в связи с вирусом, часть этого акта была направлена на то, чтобы банки ни в коем случае не начинали процесс foreclosure на тех людей, которые не могут расплачиваться с ипотекой. Этот мораторий был начат в марте, и сейчас он как бы идет до 31 августа, по крайней мере до 31 августа 2020 года. Есть вероятность, что это будет дальше продлеваться. Но имейте в виду, что это банки, которые обслуживают ипотеки гарантированные государственными департаментами, типа FHA, VA, USDA, GSE, то есть те ипотеки, которые гарантированы государством. Есть частные ипотеки, например, conventional loans, они не все гарантированы такими департаментами, но частные ипотеки, они тоже следуют правилам Care. У них свои как бы немножко может быть не такие жесткие, но все равно есть вещи, которые они делают для как бы немножко улучшения ситуации своих клиентов, потому что не в их интересах идти против правительства, скажем так. Но еще и есть штаты и местные законодатели, которые тоже требуют какие-то послабления от таких частных банков. Поэтому также в этом Care Act, если вы его посмотрите, вы можете увидеть, что если у вас в связи с коронавирусом существует финансовая проблема, вы не можете платить за свою ипотеку, у вас есть право запросить forbearance, то есть вот это вот отложение, что ли, я даже не знаю, как на русском сказать, оплат по ипотеке на несколько месяцев до 180 дней. Если вы дальше, как бы у вас продолжается финансовая проблема, и вы не можете 180 дней решить ее, она может быть продлена на 360 дней. Вам действительно, вам просто нужно контактировать с вашим банком, запросить у этого банка помощь, и у вас даже не будет дополнительных каких-то оплат из-за этого. Вы знаете, да, когда вы рефинансируете, вы должны платить closing costs. То есть в связи с этой просьбой у вас не будет дополнительных каких-то издержек. И, насколько мы знаем, вам не нужно даже как бы подавать дополнительную документацию для того, чтобы вам дали вот этот forbearance. Вам достаточно просто сказать, что да, вот у меня в связи с этим коронавирусом я не могу расплачиваться с ипотекой, дайте мне, пожалуйста, вот этот вот forbearance. Опять-таки, если это все на те банки, которые обслуживают ипотеки, гарантированные государственными предприятиями, но также и государственными департаментами, да, государством. Но и частные банки тоже следуют подобным правилам, поэтому самое главное не просто остановиться и не платить, а именно разговаривать с вашим банком. Ну, а теперь давайте поговорим про for closure. Смотрите, мы раньше в моих видео я вам говорила, да, что 90% людей имеют хотя бы 10% equity минимум, а вы видите, что 59% людей имеют больше, чем 30% equity. Как мы говорили, equity – это та часть стоимости дома, которой владеете вы за минусом той суммы, которую вы должны банку. И подумайте сами, если у вас такие деньги в вашем доме, и вы же не будете просто так отдавать ваш дом банку на for closure, вы постараетесь и попробуйте его продать на рынке за рыночную цену. И чтобы хотя бы не терять ваш дом, но при этом еще какую-то денежку получить. 90% людей могут продать и расплатиться со всеми издержками по продаже дома, и нет никакой угрозы for closure. И еще подумайте, посмотрите на такой вариант. Смотрите, сейчас если даже вы увидите, что чей-то дом вышел на for closure, но он никак не будет выставлен по цене ниже рыночной, потому что банки тоже сейчас уже не идиоты. Они выставляют свои дома, которые они вынуждены продавать на рынке, за рыночную цену. Они не отдадут вам этот дом за ниже, чем рыночную цену. Поэтому говорить, что 300-тысячный дом уйдет за 150, но это как бы по меньшей мере глупо. Извините, кто любит Сюзи. Так вот, те люди, у которых большая часть стоимости дома – это их деньги, это не банк деньги. Они никогда не оставят этот дом, они никогда его не позволят отправить в фокложу. Понимаете? И еще такой граф был сделан в 2019 году, что 42%, больше чем 42% домов вообще не имеют ипотеки. Вообще. О какой волне foreclosure мы сейчас можем говорить. Поэтому, когда вы слушаете такие новости, пожалуйста, я вас очень прошу. Разговаривайте с агентами, разговаривайте с профессионалами, спрашивайте их. И не принимайте решение, что я буду ждать, я буду ждать, я не буду покупать. Если у вас время пришло, и вам нужно покупать, и вам нужно улучшать ваши условия, и вы можете себе позволить, и процентная ставка сейчас вообще какая-то неимоверно низкая. Надо пользоваться ситуацией и покупать. И на данный момент ситуация на рынке ну никак нам не говорит о том, что будет волна понижения цен. Ну никак. Потому что еще все-таки идут bidding wars, люди подают больше, чем запрашиваемая цена. Я не вижу спада темпа такого рынка в ближайшее время. Опять-таки, рынок недвижимости – это очень локальный рынок. Мы можем говорить про какие-то очень нехорошие вещи, скажем, где-то туда дальше в глубинку, может быть. Но у нас, вот в нашем рынке, я повторяюсь еще раз, снижение цен будет ну вряд ли. Ну я вообще, я очень удивлюсь, если начнут понижаться цены, ну так, серьезно. Если у вас не пришло время, ну и не надо как бы искать, то есть смотрите на свою личную ситуацию и всегда обсуждайте ваши ипотечные дела со специалистами по ипотеке и покупку недвижимости со специалистами по недвижимости типа меня, то есть агенты по продаже недвижимости. Не нужно смотреть на национальные какие-то новости и принимать, делать выводы на основе вещей. Вы слышите людей, которые не имеют даже представления о рынке недвижимости, то есть та же Сюзи, она финансовый адвайзер, она вам расскажет про пенсионные деньги и про накопления и про деньги, про деньги, про деньги, но никак не про недвижимость, потому что она там просто не знает вообще, что происходит. А тем более она не знает, что происходит в каких-то конкретных местах. То есть да, национальная картинка может быть одна, а у нас картинка совершенно другая. Вот, ну все, лекция окончена. Если есть вопросы, пожалуйста, звоните, я с удовольствием с вами пообщаюсь. До следующей пятницы. Давайте мне темы, если вам нужно ответить на какие-то вопросы, пожалуйста, я с удовольствием запишу видео с ответом на ваши вопросы, хорошо? Спасибо за внимание. До следующей пятницы. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok